Неделю назад на этом канале выходил объемный материал, в котором мы разбирали метовость классов в условиях финального закрытого беттестирования. Видео оказалось полезным, но у него был один существенный недостаток, в нем отсутствовала какая-либо привязка к популярности классов среди сообщества. На это обращали внимание как в комментариях, так и в социальных сетях, где материал был опубликован. В следствии этого в нашем регионе прошла волна опросов на разных площадках и в сегодняшнем ролике мы поговорим о том, какие классы чаще всего будут выбирать после выхода Таррисанд в релиз, а также заденем результаты аналогичного голосования среди западных игроков, с которыми нам предстоит соседствовать. Правда прежде чем мы перейдем к этой теме, мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает Battle of the Immortals. Battle of the Immortals это классическая MMORPG старой школы, которая совсем недавно вернулась в строй. Игра предлагает всем желающим возможность укунуться в огромный мир с динамической хак-н-слэш-бевой системой, которая во многом приправлена уникальными питомцами. Совсем недавно в Battle of the Immortals состоялся запуск нового мира, Atlantis, который взял курс развития на классический период этой игры с некоторыми доработками, делающими ее комфортнее для современного потребителя. В частности, вас ожидает сложная поэтапная система развития, внушительный онлайн, позволяющий быстро найти группу для любого контента, среди которого вы сможете обнаружить войны гильдий или подземелья, а также сбалансированную систему монетизации, лишенную агрессивных атрибутов более поздних версий. Заинтересовались? Тогда смело переходите по моей персональной ссылке в описании и регистрируйтесь, а в качестве бонуса вы можете использовать мой персональный промокод, который подарит вам крайне приятные бонусы. Battle of the Immortals ждет вас! Удачи! Начнем мы по понятным причинам с нашего региона. В нем голосование проводилось в рамках платформы ВКонтакте, а также Дискорд-сообществе, которые объединяют подавляющее количество активных ждунов этого MMORPG. К слову, если вам будут необходимы на них ссылки, их уже традиционно можно найти в описании под этим видео. На сегодняшний день самым популярным классом в нашем регионе стал Рейнджер, он же Лучник. За него отдали свои голоса 21% респондентов. Игроки чаще всего обосновывали причину этого выбора высоким уроном в рейдовом контенте и в подземельях, а также высокой мобильностью и возможностью наносить повреждения на дистанции, что делает класс более простым в освоении и управлении. 20% участников сообщили, что планируют начать играть за ловца душ, бывшего фантомного некроманта. Причем, если судить по отзывам, подавляющее количество пользователей ориентируется на него как на ключевого уцелителя в игре для работы по одной цели, что и мотивировало их голосовать за этот класс. 18% пользователей посчитали наиболее привлекательным персонажем магов. Здесь мнение участников очень сильно разнится. Кто-то выбирает его потому, что и в других проектах играл именно за персонажей, использующих магию, кто-то делает акценты за достаточно высокого урона в рейдах через ветку огня, а кто-то ориентируется на колоссальное количество контролей у магов льда, что очень полезное для рейтинговой составляющей на арене. При этом встречались и комментарии о том, что выбор на этот класс пал исключительно из-за более сложной ротации, чем у других героев. С небольшим отставанием на четвертом месте расположился паладин. За этого персонажа проголосовало целых 17% игроков. Судя по комментариям, этот класс планирует чаще всего выбирать в качестве танка, что в чем-то роднит его словцом душ. Правда последний очень плох в нанесении урона, чего нельзя сказать про паладина, а поэтому подобный акцент на конкретной роли кажется немного странным. 13% голосов сообщили, что планируют стать жрецами в будущем релизе Таррисленд. Причина выбора этого класса тоже весьма любопытна. Подавляющее количество респондентов, пожелавших дать развернутый ответ, сообщили, что жрец интересен им, как хороший рейдовый целитель, на которого всегда будет спрос. Однако нашлось некоторое количество участников, которые сообщили, что им интересно преодолевать трудности, а поэтому они планируют выбрать ветку талантов, ответственную за урон и доказать, что этот класс способен его наносить. 11% участников опроса сообщили, что планируют выбирать разбойника в качестве главного персонажа на предстоящем запуске. При этом, что интересно, почти никто из опрошенных не фокусируется на нем, как на героя для подземелий или рейдовой составляющей. Можно смело сказать, что процентов 90 из тех, кто пожелал поделиться своим мнением и дать развернутый ответ на причину своего выбора, делали акцент на реализацию этого персонажа в рамках полей боя или на аренах. Более того, лишь единицы сообщили, что будут играть специализации ядов, предпочитая вместо этого более молниеносную ветку дуэль. Третье место с конца отошло в опросе Берсеркам, за них проголосовало всего 8% игроков в нашем регионе. Подавляющее количество респондентов рассматривают их как любопытный класс для роли танка, и лишь незначительное число участников сообщили, что планируют реализовывать их через нанесение урона. Также среди опрошенных очень малый процент пользователей сообщил, что планируют осваивать по УП составляющую за этот класс, делая акцент на рейде, как ключевом для них контенте. Аналогичные 8% от сообщества получили барды. Здесь, к сожалению, какой-то развернутой информации по причине выбора этого класса нет. Игроки почти не делились своим мнением об этом персонаже и никак не объясняли его выбор. Последнее же место получили воины с результатом в 7%. Пользователи обосновали причину выбора этого персонажа неплохими показателями героя на последнем бета-тестировании. Также значительная часть опрошенных сослалась на то, что играет за этот класс во всех играх, а поэтому не планирует изменять устоявшиеся привычки. А если же мы говорим про какие-то абсолютные цифры, то опрос проводился в течение двух недель, и за этот промежуток времени в нем успело принять участие 3144 человека на момент создания данного сценария. Вероятно, ближе к релизу соотношение между классами может измениться, но, скорее всего, незначительно, ведь выборка для нашего региона довольно показательна, а число опрошенных приблизительно равно прошлым аналогичным голосованиям. Теперь, когда с нашим регионом покончено, самое время перейти к опросам, проведенным среди западных игроков, ведь нам предстоит соседствовать с ними на одних игровых мирах. На сегодняшний день в сообществе проводилось несколько опросов, которые состоялись в Дискорд, Фейсбук, Твиттер и каким-то магическим образом в Инстаграм. Сами опросы проводились значительно дольше, чем в нашем регионе, и на момент написания этого сценария им уже 56 дней, а поэтому у них учитывается мнение пользователей еще до информации об изменениях с последнего закрытого бета-тестирования. Тем не менее, организаторы опроса считают, что это никак не влияет на общее настроение в сообществе. Абсолютным лидером в этом регионе, как и у нас, стали рейнджеры. Рейнджеров чаще всего выбирают за стабильные показатели в течение всех тестирований, где данный класс показывал отличный урон в рейдовой составляющей и достаточно легко обгонял других героев. В связи с этим за него отдали свои голоса 20% пользователей. Второе место заняли разбойники, хотя у нас чаще голосовали за ловцов душ. Всего персонаж набрал 18%, а в качестве обоснования выступил хороший урон в рейдовой составляющей, а также невероятные показатели на рейтинговой арене. Последние развернутые отзывы, которые были описаны сообществом, ссылались на то, что в ходе финального бета-тестирования разбойники стали еще сильнее на арене, а поэтому их выбор является легким способом поднять рейтинг, к чему стремится значительное число опрошенных. Третье место с результатом в 16% отошло магам. Их как разбойников рассматривают в роли ключевого персонажа для арены составляющей, ведь маги очень хороши в вопросах контроля, а значит являются неплохим вариантом для взятия рейтинга. Кроме этого участники западного сообщества часто выделяли ветку тлант в огонь, которая показывает стабильно хорошие результаты в рейдовом контенте. Таким образом персонаж одинаково хорош для двух направлений, а значит является отличным вариантом для выбора. 15% респондентов пришли к выводу, что им бы хотелось поиграть за паладина. Игроков привлекает большое количество поглощений, которыми может пользоваться класс в рейдовой составляющей, а это в свою очередь делает его достаточно сильным востребованным танком. Также незначительная часть участников поделилась мнением, что паладины могут стать отлично выбором для арены за счет неплохого урона. 9% получили ловцы душ. Здесь в целом тезисы повторяются с нашим регионом. Ловца называют лучшим классом для таргетного исцеления, а также называют довольно простым вопросах ротации, что делает его привлекательным практически для всех игроков, ориентированных на роль целителя в регионе. С другой стороны, с небольшим отставанием и показателем 7% идет жрец, которого также очень сильно оценили пользователи. Игроки считают, что жрецы станут вторым обязательным классом в рейде после ловцов душ. Кроме этого, часть опрошенных посетовали на то, что на последнем бет-тестировании бардам очень сильно упростили ротацию, а поэтому они потеряли былой интерес к этому герою и решили сфокусироваться на чем-то более стабильном. Аналогичные 7% получили и берсерки. Правда здесь тяжело выделить какие-то общие причины для выбора этого класса. Наверное, самым частым упоминанием является необычный механик специализации лед, отвечающий за роль танка. Больше каких-то значимых отзывов обнаружить не удалось. 6% голосов получили в этом опросе воины. Игроки, голосовавшие за них, чаще всего ссылались на серьезное увеличение урона этого персонажа на последнем бет-тестировании, а поэтому теперь им было бы интересно попробовать его в рейдовой составляющей. Кроме этого, по аналоги с нашим регионом, незначительный процент опрошенных указал на то, что воин им интересен из-за того, что они играют за этот класс во всех играх, а поэтому не планируют менять его при переходе в Таррисленд. Меньше же всего голосов было отдано Бардам, за них проголосовало всего 2% игроков. Каких-то значимых отзывов оставлено не было, поэтому причины выбора остались под вопросом. Если же мы говорим про общее число опрошенных, то на момент написания сценария в голосовании приняло участие 19 816 человек. Кроме этого, их организаторы провели дополнительный опрос по ролям. Танки получили от сообщества 19% голосов, целители 12%, а роль ответственная за нанесение урона 69%. В этом опросе приняло участие 10 072 участника. И напоследок самое интересное. Изначально в этот материал планировалось включить только результаты опроса в русскоязычном сегменте, а также на Западе, что бы условлено с соседством игроков в одних игровых мирах. Однако после изучения аналогичного опроса в Китае, возникли, скажем так, и некоторые вопросы к его результатам, потому что они могут оказаться, мягко говоря, интересными для подавляющего количества из вас, за счет чрезвычайной контрастности с тем, что мы видели ранее. Первое место по количеству отданных голосов получили не рейнджеры, как в двух других регионах, а берсерки. За них проголосовало целых 19% опрошенных. Стоит заметить, что лидирующие позиции у этого класса были и в других опросах, которые проводились ранее. Игроки из Китая чаще всего выделяли этот класс среди других по нескольким причинам. Первое и самое главное — урон. По мнению значительной части проголосовавших, именно берсерки будут лидерами по этому показателю после запуска проекта. Вторая причина — это наименьшее количество получаемого урона в рейдах, благодаря чему персонаж лучше демонстрирует себя в роли танка на боссах. Третья причина, возможно, вас удивит — котики. Больше половины пользователей собираются выбирать этот класс именно из-за возможности играть за котика. Второе место с весьма внушительным показателем в 16% заняли воины. Такого показателя удалось добиться за счет резкого увеличения урона и мобильности у этого персонажа в последнем бет-тестировании. Игрокам пришлось по нраву, что теперь персонаж при исполнении все той же ротации наносит гораздо больше повреждений в рейдах, а на полях боя больше не страдает из-за проблем с мобильностью, легко догоняя более быстрых противников. Третье место в списке лидеров отошло Бардом, и здесь показатель составил аналогичные 16%. Бардов выделили благодаря упрощению ротации. Теперь персонаж стал понятен для значительной части аудитории, что позволило попробовать его внушительному количеству игроков. Также баллов накинуло существенное увеличение урона у этого персонажа в рейдах, а он ведь и до этого был немаленький, благодаря упрощению нотного листа. Именно его игроки хотят видеть как своего ключевого героя на запуске Таррисленд при разговоре про нанесение урона с дистанцией. Вполне неплохие 15% получили разбойники. Здесь, на удивление, причины выбора в точности копируют мнение игроков из нашего и западного региона. Пользователи чаще всего ссылались на то, что разбойники отлично показывают себя на арене, а поэтому являются хорошим классом для пвп составляющей. По этой причине их и собираются выбирать в качестве основного персонажа. Точно такая же ситуация и с магами, которые получили 14%. Их продолжают хвалить за внушительное количество контроля и специализации льда, что делает их очень важным персонажем для арены. Кроме этого, игрокам нравится крайне сложная и гибкая ротация магов огня, что в совокупности с очень высоким уроном подталкивает пользователей выбирать их для рейдовой составляющей. А вот дальше начинается интересное, ведь следующим классом в списке выступает Ловец Душ, и он получил от китайского сообщества всего 8%. Его видят как отличного персонажа для роли целителя, но не представляют как героя для нанесения урона, что по всей видимости и сказалось на интерес к нему в регионе. Интересно, кстати, что 62% голосов пришлось на представителей с женского пола, поэтому соотношению Ловец Душ лидирует среди всех имеющихся классов в Таррисленд. Не менее интересные проценты получили Паладины, за них отдало свои голоса всего 6% игроков. Значительная часть сообщений сопровождалась надеждой, что этот персонаж будет реабилитирован к релизу и сможет так же эффективно, как и раньше, справляться с ролью танка. Хотя как автор этого материала замечу, что играл на этом бета-тестировании и каких-то проблем, в общем-то, не заметил. Некоторые пользователи сообщили, что планируют и дальше играть за этот класс, не глядя на все изменения в балансе на последнем закрытом бета-тестировании. Всего 4% пользователей выбрали в качестве основного героя на запуске Рейнджера. Основная причина его выбора – стабильный урон, динамичная ротация, высокая мобильность, интересные ветки талантов с разным уклоном. Меньше же всего внимания получили жрецы, за них Китай отдала свои голоса только 2% игроков. По большей части сообщения гласили, что персонаж очень сильно ослаблен по отношению к прошлым тестированиям, а поэтому больше не может эффективно справляться с задачей по нанесению урона, что вынуждает пользователей принудительно играть в исцелении. Вероятно, именно это и выступает в роли ключевого снижения интереса к этому герою в преддверии релиза. А если же мы говорим про цифры, то здесь все очень интересно. Опрос на данный момент проходит всего 6 дней, и за этот промежуток времени в нем успело принять участие 117 599 игроков, что является абсолютным рекордом для региона и значительно превосходит прошлые показатели. По всей видимости, на такой популярности сказалось количество участников закрытого бета-тестирования, которое составило более 300 тысяч человек. Впрочем, возможно, сказывается и приближающийся релиз, до которого осталось не так много времени. Как вы можете заметить, ключевым фактором выбора того или иного класса является его метовость и показатели по чистому урону, исцелению, поглощению входящих повреждений. Пожалуй, исключением являются только берсерки, и то только в Китае. В остальном же ориентир традиционно для всех MMORPG делается именно на профит от того или иного персонажа. Как следствие, сегодняшний материал носит скорее статистический характер, чтобы вы лучше понимали распределение классов между собой и прикидывали, кого будут чаще всего брать и с кем может возникнуть дефицит на дистанции. Сложно сказать, пригодится ли вам эта информация, но запрос на тему был, и мы ее благополучно разобрали. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность, и до очень скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok